В январе 1944 года произошел самый страшный день в жизни моего прадеда. Тогда были сожжены 419 жителей деревни Зиняки и 12 жителей соседних деревень. Их всех загнали в хлев, заколотили окна и двери. Подожгли и в том пожаре умерли его отец, мать, брат, сестра и их шестилетний сын. На речке Котра переплывали партизаны. В их числе был друг моего прадеда. Их заметили немецкие оккупанты, расстреляли, но из-за тяжелого ружья его тело пошло ко дну. Через некоторое время его бездыханное тело выбросило на берег. Мой прадед помнил своего друга, пришел на берег Котры, вырыл могилу, но мы так и не смогли его найти. Это осталось только в истории моего прадеда. В июле 1944 года его призвали в армию. Там он, начиная с Лиды, потом в Барановичи. И, наконец, его переместили в Польшу, где его учили минометному делу. После того, как его перевели в Тарунь, при пересечении Вислы, его сильно ранили в поясницу. Он лежал в местном госпитале около двух месяцев. Там его спасали ноги. После этого, как его комиссовали, он отправился на родную землю, в деревню Карпановцы, где встретил свою жену. В 1947 году на православное Рождество он поженился, завели детей, дожил до правнуков и умер на своей родной земле. Я очень благодарен своему прадеду за то, что могу здесь стоять.